Приветствую вас на канале Яхты на колесах и сегодня у нас обзор на караван от немецкого производителя Bursner модель Aversa 540. Это четырехместный прицеп, очень широкий, очень комфортный и с неплохим набором функций. Общая длина этого прицепа вместе с дышлом 8 метров 12 сантиметров. По высоте он стандартный 2 метра 58 сантиметров, ну и довольно широкий 2 метра 50 сантиметров. К хвостовой части прицепа большой комфортабельный п-образный диван, который вмещает до 6 человек и стол. Само собой это место может превратиться в одну большую кровать для двух человек. Давайте померяем это спальное место по ширине. Если убрать подушку, то здесь получится метр 37 и по длине 2 метра 12. Поэтому это довольно вместительная, хорошая и комфортабельная двухспальная кровать. У изголовья имеются места для хранения, такие вот ящики, есть небольшие открытые полочки, ну и конечно же освещение. Два светильника у изголовья плюс розеточка 220. Наверху люк 70 на 50 сантиметров с москитными сетками и солнцезащитными шторами и в этом же люке вставлено 4 светильника, так скажем, для большего освещения, для большего комфорта. А теперь давайте покажу, как у нас трансформируется спальное место. Благодаря таким несложным действиям у нас получается комфортная двухспальная кровать. Прямо напротив входа расположен кухонный блок, стандартный для многих европейских прицепов и автодомов. Три газовые комфорки с электроподжигом и металлическая раковина круглой формы с дощечкой, которую можно использовать для нарезки. Напротив имеется окно с сетками и со шторками для лучшей вентиляции, а наверху места для хранения кухонной утвари. Здесь же у нас лежит пакет документов, который идет в комплекте. Снизу тоже есть места для хранения, они еще более вместительные. Есть отсек под ложки-вилки и столовые приборы и два шкафчика свободного назначения. Они, кстати говоря, как вы видите, с доводчиками. Чуть дальше мы с вами можем видеть большой вместительный холодильник. Давайте его включим, чтобы загорелся свет. Сверху морозильная камера и, конечно же, места для продуктов. Холодильник у нас, как обычно, работает от газа, от электричества и от аккумулятора автомобиля, то есть в режиме подержания от 12 вольт. Ну и, собственно, под самим холодильником есть еще один отсек, куда можно сложить столовые приборы. Справа при входе для удобства отдыхающих есть такой небольшой комплекс, где, во-первых, можно довесить крючки и вешать одежду, где уже есть вывод под ТВ-антенну и 220, несколько полочек, например, для ключей и, конечно, здесь у нас основные включатели-выключатели света. Плюс, конечно же, предусмотрена полка для обуви, на дверце есть небольшая мусорная корзина. В центре прицепа находится санузел, в углу стоит биотуалет Тетфорд С200, это биотуалет с электросмывом, внизу находится душевой поддон, то есть эта небольшая комнатка предназначена для того, что вы можете спокойно принять здесь душ. Наверху есть направляющая, чтобы повесить шторку, которой можно закрыться, и уже встроена душевая леечка. Большое зеркало расширяет это пространство визуально, имеется два светильника для освещения, небольшой люк 28 на 28 сантиметров для вентиляции с москитной сеткой и множество мест для хранения, от мест под раковиной до мест возле туалета. Поэтому предметы личной гигиены сюда можно без труда разложить. Перемещаясь к центру каравана, встречаем с вами шкаф для верхней одежды, здесь же у нас предохранители и автомат. Снизу стоит отопитель Truma 3002, 4-киловаттный газовый отопитель, ручной, всем знакомый, очень практичный, здесь же есть розетка 220, но это не единственный отопитель, в этом караване чуть дальше я вам покажу еще один. И внизу есть газ-контроль, это датчик утечки газа. Наверху над шкафом установлена уже USB розеточка на обычный USB-A и USB-C. В носовой части прицепа находится основная спальная зона с двумя раздельными кроватями, давайте эти кровати померяем. По ширине 86 сантиметров, действительно внушительные кровати, и одна, и собственно другая. И по длине 197 сантиметров, любой взрослый поместится без труда. Есть еще один приятный бонус, эта кровать объединяется, правда, только у изголовья, поэтому если вы вдруг любите лежать немного по диагонали, то здесь это возможно сделать. Если же убрать подушку, то у нас будет доступ просто к тумбе и к местам для хранения между отдыхающими. Помимо вот этих мест для хранения, конечно же, у каждого будут свои личные шкафчики сверху, аж три штуки, и еще несколько шкафчиков у изголовья, а именно два. Здесь же у нас включается и выключается свет, у каждого будет свой светильник отдельный. Ну и, конечно, естественное освещение тоже попадает довольно неплохо. У нас большое окно в передней части, и у каждого имеется еще по одному окну. Напоминаю, все окна с сетками и со шторками. Плюс еще есть люк. Люк у нас 40 на 40 сантиметров находится ровно по центру этой зоны отдыха. Под одной из кроватей находится сосредоточение всего нашего оборудования, а комплектация здесь действительно очень богатая. Как я говорил, здесь не один отопитель, а аж целых два. Помимо обычной трумы, здесь еще установлена трума комби 6Е. Это отопитель, который работает и от газа, и от электричества, и имеет в себе бойлер. Бойлер также работает и от газа, и от электричества, и он у нас объемом на 10 литров. Бак на 60 литров для чистой воды, и уже имеется вывод АКБ. Аккумулятор на 100 ампер часов. Собственно, поэтому вы сейчас видите свет. Прицеп не подключен к сети 220. Ну и помимо того, что вы можете видеть у нас в рундуке, наверху также установлена солнечная панель, которая всегда будет заряжать ваш аккумулятор. Ну и напротив нашего рундука, где хранится все оборудование, есть аналогичный, но он в отличие от того пустой. И сюда можно сложить очень много вещей, которые вы возьмете с собой на отдых. В окном находится отсек, его можно будет увидеть внутри. Это доступ под одну из кроватей, где у нас как раз таки полностью свободное место. По высоте 40 сантиметров, по длине 99 сантиметров. В принципе, чемодан без труда поместится. По центру находится отсек под кассету биотуалета, в данном случае это модель Тетфорд. Входная дверь у нас цельная, на две части не разделяется, есть уличное освещение и в комплекте идет вот такая вот пластиковая ступенька, которую, кстати говоря, можно убрать в передний рундук для хранения. Слева по борту находится выхлоп от отопителя Truma Combi. В случае, если он работает от газа, выхлопные газы выходят именно отсюда. Далее заливная горловина для бака чистой воды и гнездо для подключения питания 220 вольт. Газовые баллоны для обеспечения жизнедеятельности данного прицепа хранятся в передней части в специальном рундуке. В данный момент в комплекте идет один газовый баллон, но теоретически можно поставить еще один, чтобы увеличить запас газа. Также здесь два противоотката, ключ для выставления лап и, конечно же, этот отсек имеет вентиляцию, что если в случае скопления газа, газ выходил и это место проветривалось. Рундук закрывается на ключ. Здесь же у нас дышло с прицепным устройством ALCO AKS модель 3004. Это прицепное устройство с боковым зажимным фрикционом. Конечно, имеется лифтовочное колесо, чтобы удобно цепляться в фаркоп автомобиля, ручной тормоз и розетка для подключения 13 пин для того, чтобы в дороге от автомобиля вы могли зарядить свой аккумулятор, который находится на борту этого каравана. Данная модель отличается своим простором и комфортностью. Этот прицеп шире, чем многие другие. Он 2,50 в ширину и это очень чувствуется, когда вы находитесь внутри. Есть место, чтобы разойтись в середине прицепа, вы не мешаете друг другу. Ну и, конечно, вместительность тоже впечатляет. Четыре больших и очень комфортных спальных места, которые могут вместить взрослых людей. По характеристикам его набора функций он позволяет отдыхать полностью мобильно, не подключаясь к сети 220 вольт. Приезжайте к нам на площадку, чтобы оценить его и пощупать все живую по адресу Проспект Мира 150. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропускать новые видеоролики про караваны и автодома и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там все новости выходят в первую очередь и там не только видео обзоры, но и интересные вещи в сфере караванинга и путешествий. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok